Добрый день, еще раз уважаемые радиосудки, продолжаем работу прямого эфира и сейчас у нас на прямой связь, посредством зума выходит доктор экономики Сергей Губин. Добрый день, Сергей. Добрый день. Да, ну вот в первой части с другим экспертом мы больше наверное говорили о таких вопросах, связанных с вакцинацией, с организацией вот этой деятельности правительством, сейчас наверное больше об экономике разумеется, вот в последнее время мы наблюдали, ну как кто-то уже сказал, такое сбрасывание денег с вертолета, но видимо правительство пыталось хоть как-то, не знаю, успокоить население, смягчить этот удар, вот в течение года мы уже пребываем в тех или иных ограничениях и все это продолжается, вот как вы к этому относитесь, вы вообще сторонник вот таких вот разовых финансовых вспоможений или все-таки вы сторонник такой более длительное оказание помощи, равномерной, вот что лучше вообще для экономики и как действовать в этой ситуации? Прямо скажем, неординарной. Это очень необычная ситуация для многих стран мира, нету какого-то рецепта однозначного, но как практика показывает, помощь нужно было делать, оказывать уже давным-давно, когда только принимались самые жесткие ограничения весной прошлого года. Сейчас правительство пытается, ну хоть как-то помочь людям, конечно, но это чересчур поздно, на мой взгляд. Невероятно, во многих странах Европы так называемые вертолетные деньги разбрасывались, давались в помощь на самом деле очень рано, в очень большом количестве, но это помогло в том числе и с эпидемиологической точки зрения. Если у людей есть деньги, финансы, они могут соблюдать те ограничения, которые врачи-эпидемиологи вводят. В Латвии, к сожалению, это почти не так. Только недавно начались более-менее серьезные финансовые вливания, а в самом начале это был вообще кошмар. Да, вот интересно, если мы говорим о прогнозах нашей жизни после ковида, но мы надеемся, что, дай бог, рано или поздно весь этот уже закончится. Здесь понятно, что это очень неординарная ситуация, но вот экономисты, тот их мнение разделилось. Одни говорят о том, что нас ждет довольно длительная рецессия, экономика так быстро от всех этих ограничений не оправится, тем более, ну мы же понимаем, вряд ли одновременно все страны мира или ключевые игроки отменят все ограничения. Понятно, что это будет поэтапно, где-то экономика уже начнет работать, где-то еще нет. Это одно мнение. Есть более оптимистично настроенные экономисты, которые говорят о том, что как только, вот не знаю, кислород нам откроют, поскольку у людей некуда тратить деньги, у многих и накопления какие-то обнаружились, начнется расти потребление, люди побегут по магазинам, начнут тратить. Я чуть-чуть утрирую, ну вот такие две тенденции. Вот вы к какой группе относитесь или, может, у вас свое какое-то мнение есть на сей счет? Знаете, в этот раз экономика полностью зависит от врачей, от эпидемиологии. Тут вот те два мнения, о которых вы сейчас рассказали, они абсолютно аргументированы, но зависят от того, как будет резервироваться ситуация. И тут, ну честно говоря, никто не знает. Я надеюсь, тенденция такая, что я скорее больше оптимист. Мне кажется, что с наращиванием производства вакцины и с большим вакцинированием все-таки, все-таки мы сможем побороть эту заразу. И когда наконец дверь откроется, экономически фундаментальных причин того, чтобы там началась рецессия какая-то, нету. Действительно, у некоторых людей есть деньги, особенно в богатых странах. Это видно по статистике, количество вкладов в банки, например, растет, в той же Германии, например. Соответственно, когда ситуация позволит, ну, эти деньги пойдут в экономику. И это затронет не только Германию или Францию, но и Латвию тоже. Так что я чуть-чуть оптимистичен. Да, наверное, вполне возможно, что вы правы, потому что есть такой косвенный признак, не знаю, вы согласитесь со мной или нет. Вы помните, когда вот началась, ну, так называемая, первая волна, ходили такие вот слухи или прогнозы, что вот-вот сейчас резко упадет недвижимость, цена на недвижимость. Это, как мы знаем, один из признаков вот кризиса, затяжной рецессии, как многие, наверное, проводили параллель с 2008-2009 годом, но ничего подобного мы не наблюдаем. Даже если мы посмотрим в Латвию, да, на очень дорогой сегмент жилья, может быть, цены несколько и снизились, но я думаю, для большинства населения, что 250 тысяч за дом, что 230, для них значения не имеет, у них таких денег никогда не было и не будет. Но вот так вот, если мы говорим даже о таком среднем сегменте жилья, советском, новое жилье, никакого такого резкого падения я не обнаружил. Может быть, я ошибаюсь. Совершенно верно, совершенно верно. Более того, когда вспомним лето, когда начались послабления, то, что мы заметили, количество людей в кафе, ресторанах резко возросло. Желание путешествовать. Аэробалтика говорила о том, что у них резкий, очень резкий рост букинга. Все факты. Все показывает на то, что все-таки, я думаю, нас ждет очень неплохой год следующий. Или, может быть, даже этот в самом конце, если действительно вакцинация пройдет успешно. Я надеюсь. Но это мое такое мнение. Да. Вот если мы говорим о таком долгосрочном периоде, исходя из того, что когда закончится пандемия, вот премьер недавно бросил такую ключевую фразу, но многие ее подхватили, многие как бы скептически к этому отнеслись, а такой реиндустриализации. Правда, как это часто бывает, правительство, сказав А, не сказала Б, это может быть и неплохо, что, наконец, кто-то задумывался о реальном секторе экономики, о промышленности. Но вот как вот эту реиндустриализацию осуществить, я так понимаю, никакой концепции программы нет? Пока нет. Это вопрос, что называется, на миллион долларов. Если бы знали, то бы сделали. Я думаю, они не знают, как это делать. Но идея хорошая. Есть разные способы, возможности. Есть специальные экономические зоны, например, их несколько в Латвии. Например, можно попробовать пригласить, привлечь крупного международного инвестора, небольшую компанию, которая бы согласилась открыть здесь завод индустриальный. Это один из примеров. Что-то делать с налогами. Сложно сказать. Да, мы видим, что... Тенденция хорошая. Тенденция хорошая, да. Но пока в этом направлении мало что делалось. Если вы говорите о свободных экономических зонах, на память приходит, там, в Лепре есть свободная экономическая зона в портовой территории. Да, у меня, я извиняюсь. То есть, в принципе, есть вот такие механизмы, только их надо задействовать. Совершенно верно. Проблема в том, что на бумаге-то было сделано достаточно много, они неплохо очерчены, и понятно, более-менее, вот где они находятся, и что с ними есть. Но, к сожалению, в реальности, вот самое, наверное, успешное, это Лепайская экономическая зона, там действительно происходят интересные события. Латгальская экономическая зона много лет совершенно уставала. То есть, они провозгласили эту зону, вот как она там была, так и осталось. Ничего там не происходило. И буквально только в этом году, по-моему, или даже в прошлом осенью открылись пару каких-то предприятий. По-моему, одна белорусская и, по-моему, что-то еще. То есть, нужно более активно в этом плане работать. Просто так написав закон и проговорив это на пресс-конференции, этого мало. Есть организация, латвийская ассоциация, нет, как же это назвали, а? Латвийская... Агентство инвестиций и развития, да. Совершенно верно, да-да-да. Агентство развития инвестиций. Оно должно работать более интенсивно. Так, например, как работают в Литве. Что интересно, если мы посмотрим, как инвестиции происходят в Литве, они гораздо более крупные, чаще. Нам надо брать пример наших соседей. Да, это точно. Вот интересно, вот мы говорим о реиндустриализации. Есть еще одна проблема. Я имею в виду транзит, транзитную отрасль. Пока вместо того, чтобы, не знаю, предложить какую-то стратегию, не знаю, оживления транзита, мы знаем, что сейчас у нас происходит с грузооборотом. Ну, вот латвийские порты впервые за долгое время уже отстают и от Клайпиды. И вместо этого нам предлагают какие-то, не знаю, там, пересаживания чиновников. Да, вот эти все истории с созданием капитал-сабидри на базе, так сказать, вот этих портов. А что это, собственно, изменит? Ведь это никаким образом не будет способствовать притоку грузов. Вот эти все пертурбации чиновничьи, какое имеет отношение к работе стивидоров, грузам и так далее? Вы правы. Вы правы. Да. Транзит – это сложно, честно говоря. Сейчас политическая ситуация, к сожалению, очень напряженная. Ну, все мы знаем, Россия свои грузы переваривает. Она свои грузы ведет через свои собственные порты рядом с Санкт-Петербургом, по большей части, Уст-Луга, Высоцкая и другие. Примозг, да. Соответственно, сложно, конечно. Знаете, тут есть несколько стратегий. Одна – просто переждать и надеяться работать с россиянами, надеяться на то, что предложить им лучшие условия. Возможно, это может как-то помочь. Может быть, и не поможет. И тогда нужно просто как-то попытаться, например, этих людей, которые заняты в транзите, переобучить или как-то перенаправить их на другие сектора экономики. Это большой вопрос, на самом деле. Возможно ли развитие транзита в Латвии на таких условиях. Но в долгосрочном периоде я, на самом деле, очень позитивно отношусь к транзиту, потому что, если мы посмотрим географически, то ближайший порт от Москвы, главного центра России, это Рига. Хотя Санкт-Петербург тоже на таком же расстоянии, но он в направлении севера, а мы назад. Соответственно, фундаментально, в точек зрения, перевалка грузов через Ригу, это однозначно очень выгодно для россиян. Поэтому не нужно закрывать транзит, это однозначно. Не нужно тут вставить амбарный замок и все распускать все это. Но, может быть, нужна некоторая временная поддержка. Это вопрос... Мы помним, что до пандемии наше правительство было таким поборником, наверное, одним из самых жестких в этом плане стран, который выступает за такую фискальную дисциплину, шаг влево, шаг вправо, что называется, расстрел. И мы помним, как еще до пандемии за каждую копейку, которая могла бы пойти тем же медработникам, там правительство тряслось и говорит, что ни в коем случае мы выйдем за эти пресловутые мастрихские критерии, там минимальный бюджетный дефицит. Ну, сейчас мы видим, что, видимо, пандемия подтолкнула совсем к другим действиям. Вот в связи с этим нет ли, не знаю, опасений или, может быть, это неизбежно, что когда закончится пандемия, подсчитают количество займов и долгов, которые мы набрали, там, не знаю, эмиссии облигаций там происходит чуть ли не каждый месяц на миллиарды, да, что в результате правительство скажет, ну все, вот мы тут, не знаю, пожиговали, настало время платить за банкет, будем повышать ПВН, будем урезать бюджет. Такой сценарий, вы верите в такой сценарий? Вы знаете, к сожалению, такой сценарий возможен при нынешнем правительстве. Не исключено, что эти люди могут посмотреть на статистику и решить, что вот именно так и нужно поступать. Я считаю, это в корне неверно, это совершенно неправильно. Для Латвии это растущая экономика. Нужно увеличивать рост. Все эти кредиты, которые мы сейчас берем, они нам кажутся большими, да, но через 10 лет, если у нас будет хороший рост экономический, там они покажутся, ну, если не мелочью, то совсем незначительными. Главное – это развитие экономики, а вот такое моё мнение. Да, ну вот о развитии экономики, может быть, чуть-чуть позже мы к этому вернёмся. Вот интересно, сейчас мы знаем, что Латвии, ну, не только Латвии, всем странам Европейского Союза будет доступна вот эта вот такая экстренная финансовая помощь. Ну, видимо, печатный станок включили, и создан такой Европейский фонд, так он на русском языке называется, Европейский фонд оздоровления и устойчивости экономики. 1,6 миллиардов нам вроде уже обещано, может быть, даже больше. Ну, и я так понимаю, что правительство по старой доброй традиции попыталось всё это как-то вот через государственный и муниципальный сектор пропустить. Это ещё не окончательное решение. Частному бизнесу, по крайней мере, пока и запланированного было, там досталось бы 13-15% от этой суммы. Ну, как-то странно. Тут это сложный вопрос. Смотрите, согласно решению Европейской комиссии, и мы должны следовать этому решению, по-моему, 30% всей суммы должно идти на зелёную энергию. 20%, по-моему, или что-то в этом роде, должно идти на так называемую дигитализацию, то есть компьютеризацию компьютерной технологии. Да, где-то 51% на эти два направления уйдёт уже, больше половины. Да, совершенно верно. Оставшиеся на медицину совсем немного, даже на юридические какие-то вещи. На экономику, вот так вот, прямо на развитие её, там тоже, на самом деле, не очень много. То есть, вот, мы в таких рамках. Эти суммы, которые мы должны потратить, и мы обязательно потратим. Некоторые из них идут на достаточно хорошие вещи, конечно. Например, вот совсем недавно комиссия Сейма рассматривалась, куда потратят деньги на здравоохранение. Там что-то порядка 180 миллионов потратится на реновацию крупных больниц в Латвии. Ну, ситуацию в больницах. Сами знаете, какая, в принципе, там есть хорошие корпуса, а есть не очень хорошие. Поэтому, ну, почему бы, ну, это действительно стоит того, чтобы туда вложить деньги. Эти деньги, да, они идут через, как вы правильно сказали, министерство и, может быть, государственное, но само государство не будет строить. Само государство не будет реновировать. Эти деньги пойдут дальше строительным компаниям, частным. Соответственно, например, что там они хотят сделать, там, в Риге построить какие-то центры мультимодальности, что-то такое. Это тоже вот часть вот этих денег. Ну, к примеру, хотят... производственных корпусов. Это понятно, с одной стороны, да. Но, с другой стороны, ну, есть и другие у нас сферы той же экспортной экономики. Не слишком мы большой упор делаем. Я почему спрашиваю? Совсем недавно, там, 222 миллиона было направлено на проекты, как было нам сказано, высокой готовности, чтобы уже вот в течение этого года можно было активизировать это строительство. Но не забываем ли мы таким вот образом другие сферы экономики? Да, хороший вопрос, на самом деле. Строительство... Тут так трудно сразу сказать. Я думаю, что все-таки нет. Вы знаете, опять же, говоря, например, о новых корпусах для больниц, ну, это то, что надо было делать уже очень давно. К сожалению, у нас просто не было денег. Поэтому мы все откладывали, откладывали, там все это разрушалось, разрушалось, коридоры жуткие и там сам узлы. То есть это скорее то, что мы просто раньше не делали, и вот, слава богу, появились деньги, и теперь наконец-то. Но тут такой вопрос, что, скорее всего, мы просто обязаны туда вкладывать. Так получается, что, да, это строительство, но отложенные такие, отложенные инвестиции. Другие сектора экономики, я надеюсь, от этого тоже выиграют, тот же здравоохранение. Те корпуса, они же будут использоваться дальше для того, чтобы лечить людей. Конечно. Я считаю, что все-таки много вещей, которых нам нужно было построить, мы из-за неимения денег их не строили, и вот, наконец-то, ну, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сергей Губин у нас на прямой связи, доктор экономики. Я вас попрошу оставаться на связи, буквально короткая пауза, а потом мы вернемся в эфир. Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вы слушаете Радио Болтком. Добрый день еще раз. Сергей Губин напомнил нас на прямой связи, доктор экономики. Вот проект, с которым многие связывали большую надежду, вроде бы действительно так это и есть, с учетом вот тех больших инвестиций, которые ожидается в рамках реализации РАЛ Балтика. Что вы по этому поводу думаете? Вроде бы пока все выглядит очень даже хорошо. Я имею в виду, если действительно этот проект будет реализован с одной стороны. С другой стороны, наверное, уже следующий этап, когда эти поезда пойдут, то это в основном, мне кажется, только пока минусы, не плюс, поскольку у нас хорошо налажены авиасообщения. И вот как это все будет себя окупать, это, наверное, тема, наверное, отдельного разговора. Да, вы совершенно правы. РАЛ Балтика начало строительство. Каждый может посмотреть на то, как там экскаваторы работают рядом с центральным вокзалом. В принципе, мое отношение к проекту положительное. В первую очередь потому, что это все деньги Европы. Мы, на самом деле, достаточно немного, относительно немного тратим на все это удовольствие, а Европа раскошеливается. И любой каприз за ваши деньги, что называется. В принципе, отсутствие прямого хорошего сообщения между Ригой, Таллином, и Каунасом, и Вильнюсом. Но это позор, на самом деле. То есть, да, вы сказали, самолеты, но это таких... Это совсем немного... Можно перевести таких людей, ну, там, 200 человек в день. Максимум, может быть, 300. Автобусы идут 4,5 часа в Таллин. Но это очень долго по современным меркам. Соответственно, Рейл Балтика, да, это неплохо. Это хорошо для туризма. На самом деле, это очень хорошо для туризма. Мне кажется, мы увидим всплеск его. Я очень надеюсь на это. Это хорошо для рижского аэропорта, потому что связь будет прямая не только с Ригой, но и с Пярну, и с Паневежесом. Из Паневежеса в рижский аэропорт можно будет доехать за менее чем час. То есть, положительно для той же авиакомпании AirBaltic. Что будет дальше, после того, как все это удовольствие нам построят? Да, это вопрос. Я надеюсь, что все-таки Европа нам с этим тоже поможет. Есть возможность, что какие-то будут субсидии из Европейского Союза на функционирование железной дороги. Плюс, если правильно наладить сообщения, то, в общем-то, Рига, Таллинн, Вильнюс – это города, в которых сосредоточена экономическая активность и, в принципе, есть спрос на передвижение между этими городами. Так что, я думаю, что… Ну, надо смотреть. Надо смотреть. В принципе, мое такое позитивное настроение. Да, ну, я знаю, что вы один из учредителей общественной организации «Республика», или, точнее, правильно название, «Република-2030». Понятно, что цель все-таки, чтобы Латвия, ну, по крайней мере, вошла в число таких вот развитых, передовых экономик. Как бы кто-то сейчас скептически к этому не отнёшься, но вот, с одной стороны, 20-30 – это значит, мы к этому должны прийти уже совсем быстро. Ну, что такое? Конечно, для человеческой жизни 9 лет – это много, но, в принципе, это не так много. Я знаю, что у вашей организации есть далеко идущие цели на долгосрочный период через 20 лет. Вот, может быть, чуть-чуть об этом, как нам догнать и перегнать Швецию. Ну, разные мы, как мы знаем, уже были прогнозы, и многие политики говорили о том, что вот мы сейчас пойдём вот по пути скандинавских стран и скоро их тоже догоним. Вот ваше мнение. Мы не скоро догоним Швецию. Это однозначно. Это очень амбициозный план, такая далёкая цель. К 2030 году нет, уж точно, но амбициозно было бы догнать Эстонию и Литву хотя бы. Я напомню, что средняя заработная плата в Эстонии на 50% больше, чем в Латвии. То есть, что это такое? Это приблизительно 5 лет развития. Если мы так серьёзно займёмся экономическим ростом, то я думаю, что в течение 5 лет мы это сможем сделать. Ну и смотрите, потенциал у Латвии очень хороший. Мы находимся географически в очень хорошем месте. У нас замечательные соседи. Во-первых, крупная Россия с невероятными ресурсами, ну и очень богатые скандинавские страны. Мы не находимся где-нибудь на Балканах, я извиняюсь, или рядом с Африкой. У нас очень порядочные соседи. Нам повезло, что называется. Хорошо образованное и трудолюбивое население. В принципе, природа, всё неплохо. То есть, потенциал есть, его нужно просто развивать. Да, будем надеяться, что можно их развивать. Хватит ли у нас потенциала? Потому что, ну ладно, сейчас мы находимся в такой ситуации, когда действительно многие наши соотечественники, которые работали в других странах, не знаю, там в Англии, вернулись сюда по разным причинам. Конечно, прежде всего из-за пандемии. Ну, многих там не смогли оформить этот статус во время Брексита и вернулись. И вроде бы сейчас такого острого дефицита рабочих рук и мозгов нет. Но мы понимаем, что пандемия закончится. Опять люди начнут искать более высокие заработки и покинут страну. Хватит ли нам, скажем так, топлива, если так можно говорить, во всех отношениях, чтобы догнать развитые и богатые страны? Я думаю, что хватит. Я думаю, что хватит. Все-таки тенденция однозначно у нас идет, хотя не настолько серьезная, но все-таки рост средней заработной платы. А это, наверное, самое важное в вопросах эмиграции. Это вот этот вот дифференциал, это разница между средней заработной платой в Латвии и, скажем, какой-нибудь Германии или той же Швецы. Разница очень большая, но она сокращается потихонечку. И пример Эстонии показывает, что если мы дойдем до приличного уровня, ну, хотя бы тысячу евро на руки, это серьезный фактор для такой остановки большой эмиграции. Нужно к этому идти. И если мы придем, я надеюсь, что после пандемии у нас, возвращаясь к нашему, к вашему первым вопросам, все-таки у нас произойдет некоторый всплеск деловой активности. Для этого нужны будут люди. Людей мало, поэтому нужно будет привлекать их больше, то есть зарплаты увеличивать. Я надеюсь, что у нас хватит. Я, честно говоря, так думаю. Да, вот если мы говорим о деятельности правительства в экономике, с одной стороны, конечно, наверное, много можно в чем упрекнуть исполнительную власть, это будет справедливо. С другой стороны, вот сторонники, не знаю, правительства, включая президента, говорят о том, ну, вы же понимаете, ну, коалиция из пяти партий, ну, что же вы хотите? Она не может быть такой вот быстрой и поворотливой. Как вы это оцениваете? Нет, я совершенно не согласен с этим. Чрезвычайные условия, чрезвычайная активность должна быть. Ну, что это такое? Нет, ну, при разных обстоятельствах, по-разному, конечно, можно и действительно очень медленно, но мы же видим, что сейчас происходит. И надо просто смотреть на другие страны, как это в других странах происходит. Там никакой такой вот медлительности нет. Даже в тех странах, где есть коалиции, где сложные политические ситуации. Слушайте, мы не одни такие. Но у нас единственная страна, где вакцинация так медленно происходит. Ну, вообще, мы и Болгария, вот, два самых отстающих, две самые отстающие страны в Европе. Сваливать это все на, вот, просто на то, что там коалиция, нет, это неправильно. Это некомпетентность. Да, мне еще кажется, что вполне возможно, что многие из тех, кто сейчас, ну, допущены до принятия решений, они не работали в частном бизнесе, вообще им тяжело понять, как создаются рабочие места, как там, не знаю, создаётся добавленная стоимость. Вы правы, вы правы, да. У этих людей очень специфический взгляд на вещи. Ну, мне сложно говорить, я не психолог, и не собираюсь им быть. Но их действия показывают, что они очень зависимы от того, что происходит в Брюсселе. Они следуют инструкциям. Мы так называемые прилежные ученики Европы. Мы действительно всё делаем согласно инструкциям. Иногда это хорошо, иногда это хорошо, но вот в таких сложных условиях нужно иметь собственную инициативу, проявлять собственную инициативу. И вот тут возникают проблемы. Мы не готовы. Может быть, такой, ну, вот завершая наш разговор, может быть, такой вопрос. Я понимаю, что он концептуальный, но он очень важный, потому что мы говорим о необходимости привлечения инвесторов, да, ну, чаще всего иностранных, да, о том, чтобы они здесь создавали какие-то, ну, не знаю, хабы, не хабы, но, по крайней мере, чтобы мы, может быть, в этой цепочке глобальных корпораций тоже находились, да, что-то производили. С одной стороны. Но если мы говорим об условиях, мы видим, что сейчас происходит. Ну, я думаю, что у многих инвесторов даже возникнут проблемы с тем, чтобы открыть счёт Латвии. Да, и вот этот вот капитальный ремонт финансовой системы, мне кажется, ну, обернулся таким вот образом, что сейчас просто реально и латвийским резидентам, и тем более нерезидентам крайне работать сложно в нашей стране. Это надо решать незамедлительно. Ну, то есть... То есть вы чувствуете, видите здесь проблему, да? Да, 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 да. Но это вот одна из вещей, которую достаточно легко на самом деле решить. То есть для этого не нужны финансы, для этого нужно политическое решение. В принципе. Ещё такой момент. Когда говорим о международных инвесторах, порой у людей такие фантазии возникают, что это что-то гигантское. Вот приедет Тесла и построит нам вот невероятно большой завод. и там решит все проблемы безработицы, латганя, скажем. Скорее всего, так не будет. То есть это будет много небольших компаний, которые будут чем-то заниматься, производить небольшой деталь какой-то большой, то есть Тесла и трактору за границей. То есть, скорее всего, это так будет. И да, нужно, конечно, условия, в том числе и вот такие самые базовые, как открытие счёта. Да, но это политический вопрос. То есть его решить можно, мне кажется, его можно решить очень быстро. Да, потому что я понимаю, что есть какие-то определённые требования, и, наверное, бороться с отмыванием средств, добытых преступным путём, или тем более с финансовым терроризмом, нужно. Да, но не подозревать же всех и за любой инвестицией, и за любым перечислением, и за границей видеть вот эту какую-то преступную составляющую. Совершенно верно. Мы перегнули палку. Всё просто, как обычно. Следуем инструкциям, знаете, по полной. Ну, нужно здравый смысл тоже. Понял. Спасибо большое. Ну что ж, будем надеяться действительно на здравый смысл во всём, и на то, что всё-таки действительно эти прогнозы на оживление экономики после того, как будут сняты вот эти ограничения, произойдут, когда это, наверное, произойдёт. Сейчас в Ордск гадать. Будем надеяться ещё летом. Сергей Губин у нас был на прямой связи, один из учредителей общественной организации Република 2030, доктор экономики. Большое спасибо. Спасибо. С городом радио.